Так, Мэтт, чего же вы больше всего ждёте от линейки Xbox? Ох, наверное, и Сталкер тоже. Да, да, я был очень взволнован, когда они объявили об этом. И я знаю, что из-за географического расположения разработчика им было нелегко добраться до финишной черты. Но на самом деле я не знал, что эта демо-версия будет представлена на Гамыском в качестве играбельной. Но мне не терпится увидеть её побольше. Да, это хороший признак того, что, возможно, они увидели свет в конце туннеля разработки этой игры. Дэстин, есть ли какие-нибудь другие подобные предсказания или вещи, которые, по вашему мнению, можно увидеть на выставке для Xbox? Что касается Xbox, то я предполагаю, что там будет несколько интересных новостей, которые будут скрыты в их презентации. А затем появится PlayStation, которая не будет присутствовать на Гамыском. В прошлом году, вскоре после Гамыском, они провели обзор состояния игры. И я должен себе представить, как именно они собираются справиться с тем, чтобы не присутствовать на Гамыском в этом году. Потому что, похоже, это более масштабное событие, чем я ожидал, учитывая этот пресс-релиз от Xbox. А также тот факт, что что у Xbox будет самый большой стенд в истории компании. По-моему, это очень примечательно. Так как же будет выглядеть присутствие Nintendo? А как будет выглядеть присутствие третьей стороны? До меня дошли слухи, что команда метро потенциально собирается представить там новое метро, например, потому что их присутствие на официальном сайте Гамыском подтверждено. Так что многие люди приходят в восторг по этому поводу. Что касается Xbox, то, похоже, они уже подошли к тому, чтобы объявить о том, каким будет их состав. И мы, вероятно, углубимся в изучении этих названий, когда они проведут свою презентацию, и мы сможем сами выбрать время, когда будем на Гамыском в этом году. Я рад, что вы упомянули метро. Я как раз хотел затронуть эту тему. Итак, компания 4A Games, являющаяся разработчиком серии игр метро, подтвердила свое участие в выставке. У них есть свой стенд. Выход игры метро Oxidus состоялся несколько лет назад, в 2019 году, и они еще не объявили о том, что будут делать. Так, почему же они там оказались? Я думаю, что премьера в прямом эфире — это событие, которое положит начало мероприятию Джеффа Килли. Я думаю, что во вторник начнется шоу. Я нисколько не удивлюсь, если там объявят о новой игре в метро, а потом ее можно будет играть, или там будут демо-версии за закрытыми дверями, или что-то в этом роде. В выставочном зале. Что вы об этом думаете? Я совершенно уверен в этом. Да. Нам кажется, что 2019 год наступил не так уж давно, но... Прошло уже 4 года. Тем не менее, «Метро» — отличный сериал, и я собираюсь анонсировать новую игру «Метро». Как будто я не собираюсь говорить. Эй, а теперь еще что-нибудь. Никаких жалоб не поступало. Да. Вы упомянули о судьбе стенда Nintendo. Давайте поговорим об этом. Таким образом, у нас есть довольно хорошее представление о том, какая линейка продуктов Nintendo будет представлена до конца года. Так вот, в октябре у них появятся игры «Детектив Пикачу» и «Супер...»